здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о том как ускорить созревание томата в вашей теплице существует несколько способов ускорения появления окраски спелых плодов зачем это иногда необходимо это необходимо тогда когда вы используете достаточно поздние сорта томатов а фитофторы не за горами какие-то августовские туманы не за горами а томаты у вас еще висят зеленые а вам уже хочется попробовать и и вы боитесь что они могут попасть под волну фитофторы соответственно вам хочется ускорить их созревание а вот они висят и висят и висят и висят зеленые конечно одним из распространенных одной из распространенных причин является широкое использование препаратов гибереловых кислот для увеличения количества завязи к сожалению гибереловые кислоты такие препараты как бутон и зависть существенно задерживают созревание томатов они могут провисеть зелеными в кистях очень и очень долго но если вы не используете такие препараты то есть некоторые способы которые позволяют ускорить созревание томатов один из наиболее распространенных способов является механическое повреждение томата вы можете взять отстерилизованную спирте или в спиртовом растворе салициловой кислоты зубочистку и в основании томата там где он прикрепляется к плодоножке нанести небольшой укол буквально в пол сантиметра конечно такой укол является воротами для инфекции но если инфекции у вас теплицы нету в этом случае этот укол заживет а плод этот созреет гораздо раньше чем остальные для того чтобы продезинфицировать это место укола стоит использовать тот же спиртовой раствор или раствор салициловой кислоты обыкновенный оптичный раствор это делается следующим образом ватным диском протирается иголочка или зубочистка ватный диск смочен дезинфектанте это может быть перекись или спирт или спиртовой раствор салициловой кислоты и в основании плода делается укол вот примерно вот на такую глубину если плод крупный то можно сделать два укола конечно надо продезинфицировать место укола чтобы это не было воротами инфекции и после каждого укола надо продезинфицировать и саму иголку второй способ для повышения скорости созревания растений является улучшение их инсоляции это наверное наименее травматичный способ когда вы убираете или урезаете какое-то количество листьев которые затеняют плоды кисти с плодами таком случае инсоляция улучшается освещение их солнцем улучшается и они начинают быстрее созревать третий способ который позволяет ускорить развитие плодов томатов и вот это созревание это механические повреждения стебля вы можете в основании стебля сделать острым острым ножом разрез примерно два сантиметра в длину и вставить туда ту же зубочистку или щепочку то сделать такой расщеп в основании стебля это поможет растению мобилизовать свои силы но почувствует что что-то с ним не так что-то с ним произошло соответственно это может ускорить созревание томатов в кистях и так для выполнения расщепа необходимо сделать разрез острым ножом предварительно продезинфицированным примерно длиной 2-3 сантиметра и насквозь и после этого я туда например запихиваю вот такую вот просто металлическую проволочку кусочек она будет немножечко там растворяться будет не будет какое-то снабжение железа будет но в любом случае это такая травматичная процедура которая даст сигнал растению чтобы питательные вещества из листьев перетекали в плоды еще один способ это химическое такое повреждение растения когда она также попадает какие-то очень стрессовые условия и начинается усиленный отток питательных веществ томаты усиливается их созревание а ростовые процессы наоборот прекращаются ну среди таких химических способов одним из наиболее распространенных является использование раствора поваренной соли стакан поваренной соли растворяется ведре воды и томаты опрыскиваются таким раствором альтернативой этому способу может стать использование спиртового раствора йода он тоже в таких относительно больших концентрациях повреждает растения галогенизирует органические вещества в растении соответственно но чувствует что что-то происходит не так прекращает рост и усиливает созревание в этом случае вам надо взять 10-15 миллилитров спиртового раствора йода вымешать его ведре воды и также обработать ваши растения но надо помнить что вот эти последние химические методы и обработка солью и обработка йодом приостановит рост и развитие растений приостановит их рост дальнейшее образование кистей все силы растения будут направлены исключительно на налив плодов и на созревание плодов соответственно этим способом можно пользоваться только в самом конце вегетации но вот еще один способ ускорения созревания томатов такой довольно радикальный он хорошо может применяться уже в конце сезона когда уже шансов что растение дозарятся дозарят томаты на корню нету вот я взял растение и обработал его раствором сульфата магния его можно купить в аптеке он также продается в магазинах для садоводства я использовал 10 грамм сульфата магния на 1 литр воды и опрыскал вот это вот растение можно сказать даже продождевал его и какое-то количество раствора то может быть с пол литра попала под корень соответственно вот смотрите даже те томатики вот эти вот небольшенькие которые физиологически могли не дозреть вообще в принципе они такие как недоразвитые чуть-чуть плохо опыленные в этой кисти вот они все равно дозарились и по сравнению например с другими растениями которые не подвергались такой обработки ну вот примеру вот эти да не состоят еще совершенно зеленые вообще конечно эта процедура мной была сделана очень рано это растение еще могло вполне расти расти и долго давать плоды по крайней мере еще месяца полтора но просто вот для демонстрации для эксперимента я сделал такую обработку и она действительно оказалась совершенно успешной надеюсь эти советы помогут вам получить хороший богатый и здоровый урожай всего хорошего